привет у меня тут появилось 10 минуточек пока у меня не сел телефон и пока не пошла с детками гулять пришел отсутствие прямой эфир столетний выходил процедур для лица ты даже не знаете посоветовать какие процедуры суп ничего не делаю масочки пилинг у нас погода погода у нас хорошая вот единственное что ночки стали такие уже вечера прохладнее но мы купаемся загораем недавно были на океане и там было 34 градуса поэтому погода очень хорошая мой любимый цвет черный еще серый люблю чавкать перестаньте почему я чавка сушки насчет питания мне постоянно спрашивают насчет питания я не знаю я ем все что хочу все подряд такого нету могу заглянуть в один часов вечера в макдональдс и съесть бургер спокойно у меня такого нету какой-то раздельное питание и я придерживаюсь какой-то диете планируем в конце сентября приехать в испанию на море сушки но погода очень хорошая смотря сколько вы собираетесь находиться погода хорошая будет в сентябре погода хорошая даже будет в октябре за это время становится теплым морем поэтому спокойно можете приехать народу будет очень мало поэтому я вам советую приехать обязательно сохраню эфирчик вам мой проект я мама он он существует и будет еще существовать все с ним отлично единственное что поскольку я не в москве я не успела записать эфиры но как только я прилечу я все дело возобновлю и вы будете опять лицезреть красавиц мамочек спасибо для фигуры я ничего не делаю если честно никаких упражнений я попробовал тут сходить в но у меня что-то не получилось я могу покачать пресс например да ваня барзиков расскажи что нужно делать чтобы муж не изменял вань но вверх я хочу тебя поздравить муж появился это понимаешь ты для себя лично просьбор совет или как это просто вопрос доверия вот и все чисто что все любишь то ты не будешь изменять и если все все устраивает в партнере то изменение может быть и речи арус там я поняла войну я тебя поздравляю как у тебя там дела расскажи мне чё хорошего как гелик чё нового всем привет 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 ваньке больная тема нового никогда ваня уже тебе пора мне кажется жену найти себе мы погуляем на твоей свадьбе гелик рулит отлично класс нет ваня перестань губы не сделанные губы я давно делать на самом деле такая тема дурная не люблю я говорил уже 500 раз что я не делаю губы я их один раз жизни сделал это было там на 10 назад потом мой отец меня за руку отвез к хирургу и я все это вырезала дело и с тех пор я не тру губы и вам не советую это делать вот скажи что делал с ушами вик привет привет викос как эти дела как мам папа верочка как на самом деле знаете так соскучилась по москве но единственное что не не скучаю по климату и по погоде нет война дом 2 не хочу вернуться что за вопрос нет 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 скучаю конечно очень скучаю по москве спасибо спасибо вам век удачи тебе на экзаменах викос да иногда я качаю пресс но это бывает очень редко вернусь вам вернусь я знаю что без меня тухло наши самые крутые времена были помнишь качаю пресс иногда но это не такого что-то стабильное что-то каждый день в дагестане я не была была на кавказе но дагестане я не была вот расскажите лучше как прошло ваше лето чем вы были заняты где отдыхали может быть еще куда-нибудь поедете вес 47 рост 62 почему-то все кто меня видит в жизни все говорят о мы думали ты такая высокая да нет я малышка а что совершенно исключилась рациона но опять таки я ничего не исключаю я ем все всегда я вообще жить не могу без сладкого например да но я например не ем очень редко ем макароны ну вот не ем макароны ем сладкое ем очень люблю мясо и без мяса жить не могу им очень много овощей вот очень люблю тут практически каждый день вань спасибо про глисты я очень тебе благодарны признательны вот но помимо глистов я все таки я все таки ну опять таки не макарон да я не пью газировку вы знаете никогда не любила там колу фанту и так далее я пью воду все с лимоном и в принципе но спасибо глистам они делают свою работу запустила себе глистов и худела отстаньте от моих губ хочу выпячиваю моя фишка и и буду дальше их выпячивать хлеб хлеб ем иногда хлеб ем иногда здесь есть испании такое блюдо пиль пиль называется это такой маленькая такая сковородочка я снимала в stories а там креветочки в чесночном соусе так самая фишка в том не этих креветок да там полопать а взять хлебушек макнуть и поесть это очень вкусно поэтому хлеб в этом случае обязательно вот ой так приятно когда мне пишут наблюдая там за тобой 10 лет мне очень приятно молочник я вообще молочник я очень люблю молоко очень мы молоко тут все любим всей семьей да я очень люблю молоко пью его и вообще молочку люблю люблю творог поэтому что с нами тату вань что с нами тату я их вывожу вот такая картина в принципе уже татуировки нету поэтому короче я счастливый человек в семье я не одна в семье я не одна у меня есть брат у меня есть родной брат ее зовут егор ему 15 лет он уже в школе у нас разница с ним 13 лет поэтому нет я не одна так не про бывших не говорю про расставание не говорю никакие чужих людей не комментирую а вы знаете у меня по поводу выпадения волос нет никогда мне не выпадали волосы у меня наоборот и по время временности они лучше росли всегда да мне 28 мне сейчас в октябре будет уже 29 29 кошмар о как мы попса говорит тебе уже 30 я группа мне не 30 подожди мне еще не 30 сильно татушка мешала раздражала напрягала прям вообще прям я уже писал пост на эту тему что я это сделала потому что не могла там найти себя у меня там были там депрессники всякие я там была в определенной компании где там все татухи набивали короче набила на свою голову а теперь приходится расплачиваться вот очень больно очень больно удалять может быть не больно удалить там какую-то такую закорючку да но когда у тебя огромный объем вся рука то это просто тяжеляк ты сидишь я прям каждый раз езжу как на экзекуцию я постоянно говорю Гриша говорю Гриша ну там мастер кто у меня сводит я говорю Гриша я не могу просто не могу это это тяжеляк почему все спрашивают худею я не худею нифига я не худею никогда не худела никаких диет никаких ну как себя можно знаете у меня зимой была ангина по сангиной еще и какой-то верстняк подхватила и у меня пропало обоняние и его не было неделю и после этого я поняла что смысл один из смыслов жизни это реально вот этот поесть это такой ну грубо говоря да то есть это удовольствие удовольствие в жизни как я мучилась я неделю не могла ничего мне даже не хотелось есть ничего я то есть ну как можно без обоняния как можно вообще лишать себя этого удовольствия вкусно поесть что 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 не вижу любишь большие суши или утро суши я к сушам я спокойно отношусь вообще спокойно вообще могу год не есть иногда бывает раз и захочется но очень редко ну прям раз в год ну два раза в год это максимум а устрица люблю устрица люблю устрица очень люблю люблю вообще морепродукты устрица очень люблю люблю вообще морепродукты обожаю как может быть 20 лет вас не быть обоняние это за чего как так вышло почему я прекратила пользоваться косметикой я сама не знаю как это произошло но в принципе я не любила особо как там какую-то на себя тонну косметики накладывать серёга привет 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 серёга как дела какие планы дианке привет это я никогда любил тонну косметики накладывать но даже будучи когда училась в школе там типа в одиннадцатом классе тогда в то время было еще модно знаете там типа лицо красить там такого темно-коричневого цвета делать типа это загадка загарчик вот серёг я сейчас напишу в этот в директ после эфира и может увидимся когда я на работе или чё ты там сам ты делаешь ну вот и я как-то перекрасилась в школе ну и потом раз и все и сейчас даже на какие-то съемки и фотосъемки я не я всегда говорю что мне не нужен визажист я не люблю косметику настолько что мне кажется что когда я накладываю ее у меня какая-то грязь на лице я даже не знаю как объяснить мне тяжело ее носить и и короче это не моё я вообще знаете я себя не узнаю куда мне начинают красить глаза и когда вообще мне начинает там красить я себя не узнаю мне кажется что это вообще не я мне жутко не идет косметика мне жутко не идет там смойки это вообще короче и короче мне это не идет это не моё мы тише привет передаю как дела дела хорошо дела отлично никакое ламинирование ресниц не делаю ресницы не наращиваю не люблю это делать короче максимум что месяц косметики это черный карандаш и иногда могу вот и все здравствуйте здравствуйте чем не смеется не знаю это ничего у меня свои ресницы вешая 47 спрашивает сколько лишь сохраним сохраню сохраню до родной цвет волос все корни можете посмотреть родной родной давайте какие-нибудь интересные вопросы пожалуйста ну как за лицом ухаживаю пенка пенка иногда там пилинги какие-то там маска это вот ну что вы понимали здесь например в испании я вообще ничего не делал вообще прям ничего я прихожу просто умываю лицо и кремом машинку ну как я поддерживаю свой вес да никак никак да дочь сейчас подойду как раз у меня сейчас телефончик сядет спасибо да мне тоже на самом деле честно вам скажу мне всю жизнь нравились мои волосы они причем все всегда спрашивали что я делаю для объема но кто бы если кто-нибудь видел когда-нибудь мою маму хотя вы можете даже и дочку мою видеть у него шикарные волосы у них очень они густые и очень хороший объем поэтому 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 никакие процедуры для волос я не делаю я просто сушу головы даже не укладываетесь я сейчас помыла голову просто вообще не укладывала вниз головы посушила и все и все ничего не делаю да я краситься не буду хотя мой муж всегда говорит что тебе надо там младинку вернуться но не не хочу не буду я считаю что все таки с каким цветом ты родился с таким цветом и нужно быть все таки природа есть природа ботокс и кератин и ничего не делаю ничего не делаю ну конечно фен сушит волосы ну а как с такой гривы то не посушить ладно там здесь а москве зимой ну и как не блондинку не буду не буду говорю что во-первых волосы жалко во-вторых не хочу не хочу не жалко мне кажется мне так хорошо не блондинка не брюнетка со своим шикарно не шампуни вообще обычные обычные ну-ка есть какой-нибудь интересненький вопрос всем привет кто только что подсоединился лиска наконец-то вышла в эфирчик всем привет где работает муж ну у него свой бизнес слушайте но у меня представляете да как калифорнийскими у меня волосы выгорели он выгорели все прядочками очень прикольно поэтому мне вообще еще больше нравится у меня и дочка так выгорела причем реально красивыми такими прядочками беленькими как будто ее покрасила да я рожала сама два детей еще бородила но надо надо сначала на ноги тоже двоих поднять потом уже можно через пять задуматься так сейчас я ребенка подсажу мультики включу так так и и Субтитры делал DimaTorzok Так, еще выйду к вам, то у меня садится телефон, сейчас пойду с детками гулять, у нас уже вечереет, мы всегда каждый вечер гуляем, долго гуляем, вот, поэтому мы пошли, я, что, всех обнимаю, спасибо, что вы были со мной, спасибо за теплые, хорошие слова, приятные, всех люблю и целую, и побежала.